Всем привет, ребят, с вами Flutter Green, и сегодня мы будем делать реакцию на пони-страшилку жрать, или же борщ, что ли. Собственно, собственно, мы будем делать на неё реакцию, поскольку мне в последнее время начали говорить, типа, сделай на борщ, окей, я такой, и почему бы и нет, вот вам реакция. И перед началом просмотра хочу поблагодарить два донатера, хлеб Takayama за 35 рублей и MKX за 10 рублей. Хлеб пишет, люблю, смотреть тебя, удачи, огромное тебе спасибо. MKX пишет, привет, я смотрю тебя с тех пор, как у тебя было 3000 подписчиков, пожи, сделай реакцию на привет, Боб, любую серию. Вообще, я по поводу этого на самом деле думал, но я не знаю, как сделать, то есть, ребят, хотите реакцию на привет, Боб? Знакомьтесь, Боб, то есть, пишите в комментариях, я почитаю, может быть, вы что-то такое предложите, но я думал, лично делать реакцию там по 5 эпизодов и выпускать в качестве премьеры, то есть, вы будете смотреть его в прямом эфире, почему бы, собственно, и нет. Так что, надеюсь, вам понравится. А если вы хотите попасть в ролик и думаете, вот, я попаду и так далее, тогда ссылочка в описании, можете задонатить, кинуть денежную поддержку, можно даже так назвать, ссылочка, да, в описании. Что ж, давайте-ка начнем. Эта история произошла больше года назад, на тот день, я помню, будто это было вчера. Окей. Вот знаете, может быть, это прикапывание, но есть такие вот вещи, которые можно расценивать, что год назад это как раз-таки было вчера, то есть, допустим, 31 декабря, и на следующий день это 1 января, и получается, что это как раз-таки год назад и как будто вчера. Короче, я надеюсь, вы поняли мою теорию. Моей женой Таней жили в хручевской двушке, копили деньги на жизнь, радовались всему на свете. В общем, обычная жизнь молодоженов, какими мы были. Наша жизнь была веселой и счастливой. Чё-то я радости в его голосе не слышу, вспоминая. У Тани хоть и были малые странности, но я не придавал этому значения. Единственное, что меня занимало, так это то, что жёнушка моя никогда не ела варёного мяса, которое постоянно оставалось после приготовления бульона для супа. Как ты могла? Как ты могла не есть? Это очень странно, ты понимаешь? Не, ну вообще, пить юшку без... Без мяса, типа, в борще или в супе, это... Это не знаю. Это такое себе просто. Типа, не нравится мне такое, и наверняка многим тоже нет. Типа, просто суп и всё. Без хлеба ещё считайте. Я же был любителем этого деликатеса. И частенько радовался, что всё мясо достаётся мне. И один раз то, что я обращал на это внимание, спасло мне жизнь. Это прям деликатес? Я сидел на диване, смотрел телевизор и ждал Таню с работы. У меня тогда был выходной, так что не думайте, что мы держимся на хрупких женских плечах. В такие дни она обычно просит меня поставить вариться бульон пораньше, чтобы потом было меньше мороки. Но в тот день всё было иначе. Танька влетела в квартиру, поздоровалась, поцеловала меня. И почти мигом полетела на кухню готовить борщ. Таща тяжёлые сумки с капустой и свеклой, будто это были пакеты, набитые пухом. Ну а шо? Типа, а вдруг она очень хотела есть? Типа, очень голодная была. Допустим, помните, я ей делал реакцию на такую страшилку, как брат-людоед? Вот брат постоянно просил свою сестру, что он хочет кушать и съедал всё вокруг. Даже там, кусал сестру за то, за то. Кого-то ещё съел и так далее. Может быть, это так же самое? Странно, что я не заметил раньше. Но в тот день она была намного выше обычного. А это приметить было легко. Ибо к своим 25 годам она доросла всего до 150 сантиметров. Я подумал, что-то о нем было на каблуках. Низкие девушки на самом деле няшные. Типа, если там... Но я не скажу, что прям карлики или же низкорослые люди все имелые. Но я про то, что эти просто низенькие девочки, которые поминают школьницу. О чём это я? Но какие каблуки в помещении, тем более дома. В общем, совсем скоро она зашла ко мне в комнату и стала просто пялиться на моё лицо голодными глазами. Это продолжалось около минуты. А потом такая, ты кто? И только тогда она позвала меня к столу. Мы сели за стол. Жена разлила борща и мы стали есть. Но что-то было сильно не так. Она сидела напротив. Смотрела на меня с ужасным выражением лица. Как у хищника, который готовился к прыжку. Самое главное, что она спокойно взяла большую кость. И начала грызть её, будто это было обычным делом. Она же не ест мясо. Ладно. Про мясо забыли. Я смотрел на это круглыми глазами, пока мне не пришла смска. От этого телентелин я чуть инфаркт не схватил. Но то, что было там, испугало меня ещё больше. Да, типа... О боже! Я что, сплю? У меня такой старенький телефон. С таким звуком. Это было сообщение от Ани. Что она задерживается на работе и просит поставить варить мясо на борщ. No way! У меня сердце в пятки ушло. Я посмотрел на то существо, которое сидело напротив. Оно хрустило костью во рту. И не моргая смотрело на меня. Беги, братан. Изо рта у него потекла слюна. Я сглотнул, встал из-за стола и сказал, что забыл купить хлеба. Почти бегом я взял ключи, перемахнул через коридор и закрыл дверь. Я был так напуган, что когда услышал шаги в квартире, потерял сознание. Очнулся я, когда Таня толкала меня всё в том же подъезде и спрашивала, что произошло. Заикаясь, я всё ей рассказал. Когда мы вошли в квартиру и прошли на кухню, стало ясно, что сегодня мы ночуем у друзей. Я ленивый, и поэтому в страшилке дальше не ждите, я так понимаю. Ибо в таком кошмаре невозможно находиться. На столе стояли две тарелки борща. Одна была полностью вылезена с костью внутри. А другая, моя, так и стояла почти полной. Холодильник лежал на боку. Всё мясо, которое там было, хаотично лежало на полу искусное. Окно было открыто. С тех пор гость мясоед не появлялся. А зато в моей жизни появился логопед, который искриняет моё появившееся тогда заикание. Окей. Но вообще, это самая оригинальная тема. Взять, сделать так, чтобы... Ой, вы знаете? Ой, вы знаете? А я ленивый. Я просто напишу на экране. Многие так не делают и пишут. Типа, просто заканчивают, обрывая страшилку. И люди тупо злятся на человека, на меня злятся. То, что я взял и не дослушал до конца и т.д. Ну да ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Флаттер. Всем удачки. Всем пока.